Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи еще на один сквер станет больше. Ко дню города новая зеленая зона появится в селе Голицыно. Сочинцы признаются в любви к курорту. На флешмоб приглашаются все желающие. Правда, изо дня города скорректируют движение транспорта. Иркутяне смогут летать по спецтарифу в Сочи. Правительство увеличило перечень субсидируемых авиамаршрутов. Старт дан, но старта нет. Участники Черноморской регаты второй день не могут начать гонки. В Сочи еще на один сквер станет больше. Такой подарок сельчанам власти курорта готовят ко дню города. Новая зеленая зона появится в селе Голицыно. Территорию под мини-парк уже начали обустраивать. Планы на ближайшее будущее установить там же спортивную площадку. В Голицыно побывала наша съемочная группа. На стеллах история двух сел – Голицыно и Лесное. Теперь у жителей этих отдаленных от центра города населенных пунктов будет свой уютный сквер. Его уже начали обустраивать на улице Батайская рядом с детской площадкой и школой. Установили каменные стеллы, завезли щебень, плитку, провели разметку новой зоны отдыха. Распределили на три зоны. Это нижняя часть – это детская площадка вместе с воркаутом, который был установлен ранее. Второй ярус у нас – именно сквер со стеллами. И третий ярус – это непосредственно для вот этого спортивного объекта, который в перспективе может быть и как местом для проведения каких-то торжественных мероприятий. Чтобы все находилось рядышком, было максимум комфортным. Комфорт будут создавать аккуратно уложенная плитка, удобные лавочки и аллея деревьев. Ну а раньше на этом месте стоял аварийный барак. Его жители расселили, а территорию решили превратить в зеленый уголок. К работе подключились все – и местные власти, и депутаты, и предприниматели, и общественники. Благодарность каждому на отдельной стеле. Валентина Плотникова каждый день гуляет здесь со своим внуком. Говорит, что сквер просто необходим сразу двум поселкам – Голицыное и Лесное, где проживает порядка двух тысяч человек. Эта площадка нам не только нужна, а необходима просто. Детей у нас много и собирается очень много. И малышня вся бегает, и давно ждем стадион. Жители с нетерпением ждут, когда мы закончим строительство. Но они ждут как? Они ежедневно принимают участие. Приходят со своим инструментом, шансом. Там лопаты, тачки и другие изменированные устройства. И не то, что помогают, а именно строят совместно с нами этот сквер и волейбольную площадку. Сегодня на стройплощадку завезли саженцы деревьев. Высаживать их помогут студенты. А еще они грузят щебень. Равняют территорию, работают лопатами. И признаются, что эта работа только в радость. Здесь они совмещают приятное с полезным и для общества, и лично для себя. Это наша дипломная работа. Хочется, чтобы после нас, после РУДН, мы четвертый курс садового парка ландшафтного строительства. Хочется, чтобы после нас осталась память, и чтобы людям было приятно здесь находиться. Новый сквер станет подарком селянам ко дню города. Правда, к праздничной дате новый уголок открыть не успеют. График сбили дожди, поэтому открытие стоит ждать только в декабре. Кстати, новый сквер расположен по дороге к популярным объектам показа – скайпарку и Троице-Георгиевскому женскому монастырю. Так что сквер может стать местом отдыха не только местных жителей, но и туристов. Инга Габешия, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи будет временно ограничено движение. Перекрытие дорог в центре и Адлере связано с празднованием Дня города. Площадь у Зимнего театра будет закрыта для проезда автомобилей с 18 часов 21 ноября до 13 часов 25 ноября. На участке у администрации города по улице Парковая будет ограничено движение с 19 часов 22 ноября до 21 часа 25 ноября. На площади Южного Мола будет перекрыто движение транспорта с 8 вечера 23 ноября до 15 часов 25 ноября. В Адлерском районе ограничения будут действовать один день – 25 ноября с 8 до 16 часов. В это время будет перекрыт для движения транспорта участок от пересечения улицы Кирова и Ленина до пересечения Кирова с улицы Богдана Хмельницкого. В связи с этим будет введена схема временной организации движения автобусов на нескольких маршрутах. Их список вы сейчас видите на экране. Также информация размещена на нашем сайте fkt.com. Кроме того, 24 ноября с 9.55 до 10.40 в связи с проведением велопробега будут временно перекрыты центральные дороги курорта. На участке от площади искусств по улице Марджуникидзе, театральной, к курортному проспекту до пересечения с улицы Паярка. И в обратном направлении по улицам Паярка, Несебрская, Москвина, Орджуникидзе до площади искусств. Планируется организовать двустороннее движение по улице Нагорная на участке от улицы Театральная до пересечения с переулком Морской. Из-за ограничения движения транспорта будет временно с 9 до 11 часов приостановлено движение автобусов по курортному проспекту. Но при этом 24 ноября транспорт будет ходить до полуночи. Иркутяне смогут летать по спецтарифу в Сочи. Правительство России увеличило перечень субсидируемых авиамаршрутов. Так рейс Иркутск-Сочи-Иркутск обойдется в 6800 рублей. Теперь пользоваться льготой можно не только с марта по декабрь, как было ранее, а весь год. Кроме того, теперь спеццена распространяется не только на пенсионеров, студентов, инвалидов и сопровождающих их, но и на многодетные семьи. Самая крупная аграрная выставка в стране открылась в Краснодаре. На Кубани она проходит уже в 25-й раз. Участников международной экспозиции сегодня поприветствовал Вениамин Кондратьев. На выставку приехали более 650 компаний из Китая, Германии, Турции и еще более 30 стран. Свою сельхозтехнику представили и кубанские производители. Губернатор отметил, что ЮгАгро – это уникальная площадка для обмена опытом. Эта выставка обостребована еще раз по честному не только в нашем Краснодарском крае, во всей нашей стране и во всем мире. ЮгАгро – это уникальная возможность учиться, перенимать опыт, ну и, конечно, идти на шаг впереди своих конкурентов. Агропромышленный комплекс нашего края в год покупает различные сельхозтехники разного направления на 12 миллиардов рублей. Безусловно, это стало возможным, что сельское хозяйство становится бизнесом очень рентабельным. Сельское хозяйство, агропромышленный бизнес в целом, он должен становиться высокоинтенсивным. И понимание того, что все-таки сельское хозяйство должно давать прибыль, но не сверхприбыль. Должно быть у каждого. И тогда, на самом деле, мы сохраним тот баланс, который позволит нашему сельскому хозяйству давать пшеницу нашим последующим поколениям. Масштаб выставки поражает воображение. Вы знаете, 20 лет назад это была региональная сельскохозяйственная ярмарка. Сегодня ЮГАГРА – это солидная международная площадка. Для удобства посетителей выставку поделили на четыре тематических кластера. Запчасти и сельхозмашины, оборудование для хранения и переработки, агрохимия и семена, а также техника для полива и теплиц. На полях форума проходит и деловая программа. Аграрии знакомятся с новыми технологиями на конференции по теме цифровизация агропромышленного комплекса. Впереди также мастер-классы и презентации. Посетить выставку можно до 23 ноября. Благоустройство дворов, строительство спортивного зала и реконструкция систем водоснабжения. С такими просьбами жители края обратились к главе региона. Вениамин Кондратьев провел накануне личный прием граждан. Люди приехали из разных районов Кубани. Какие вопросы будут решены уже в ближайшее время, расскажут наши краснодарские коллеги. Заброшенные песочницы, старые качели, необорудованные места для парковки. Так сейчас выглядит один из дворов в Славинске-на-Кубани. Для тысячи жителей, которые проживают в многоэтажках по улицам Красная и Ковтиха, это единственная придомовая территория. О том, что двору требуется новый облик, губернатору рассказывает Елена Федорова. На приеме граждан она узнала, что разрушенная площадка в следующем году станет современной зоной отдыха благодаря программе формирования комфортной городской среды. Этот двор вошел в федеральный проект. Мы подготовили проект на смертную документацию. Для того, чтобы именно этот вопрос закрыть, мы хотели бы поучаствовать в программе комфортная среда на общую сумму 12 миллионов 564 тысячи рублей. И в целом проблема у Елены Александровны будет закрыта. Романович, деньги 100% уже 30 миллионов, они на ваш район зарезированы. И 12,5 миллионов идет на этот двор, который, на самом деле, я уверен, будет красивым, комфортным. И там будут гулять не только дети, да и жители из этих домов, но и ходить другие на него посмотреть и там отдохнуть. Благоустройство дворов, парков и скверов – одна из частых проблем, с которыми кубанцы обращаются к главе региона. Светлана Сидоренко приехала из Новороссийска с просьбой отремонтировать спортивную площадку. Резиновое покрытие со временем изжило себя. Сейчас местные жители просят заменить его на искусственную траву. Женщина вернется домой с хорошими новостями. Спортплощадку модернизируют к началу лета. А вот Мария Жирма приехала из Белореченского района. Для нее встреча с губернатором – последний шанс уладить то, что не решалось годами. В поселке Первомайском проживает более четырех тысяч детей, но дошкольного учреждения до сих пор нет, рассказывает пенсионерка губернатору. О проблеме она знает, как никто другой. У Марии Ефимовны шесть внуков и два правнука. Детей приходится возить в соседний населенный пункт. Вениамин Кондратьев поручил приступить к строительству детского сада уже в следующем году. Здание будет рассчитано на 80 мест. Деток некуда деть. Возят в другое поселение, где-то 20 километров, туда-назад утром, вечером туда-назад. Не у каждого такая возможность имеется. Должен навалиться на эту проблему максимально, потому что, во-первых, это работоспособность самих родителей, это их активный образ жизни. А так, конечно, хорошо, если есть бабушка, дедушка, а если нету, а если кому-то из родителей надо будет сидеть с ребенком. Поэтому я еще с подчеркиваю, если необходимо еще раз вернуться к этой программе строительства детских садов в край, давайте возвращаться. Светлана Стышева из Таницы Крупской рассказала губернатору о том, что детям в местной школе негде заниматься физкультурой. В учебном заведении просто нет спортивного зала. По видеосвязи Вениамину Кондратьеву решение вопроса докладывает первый заместитель главы Василковского района. Возводить помещение будут по одной из краевых программ. К строительству приступят уже в начале следующего года. В Станице Крупской Василковского района в школе номер 9 отсутствует спортивный зал. В летнее время, в теплое время года дети занимаются на летней здравительной площадке. Достаточно того, что в школе отсутствует спортзал, уже само за себя все говорит, как говорится. Поэтому я одно могу сказать, что, конечно, не то, что недопустимо, это уже не те слова, стыдно даже просто, что до сих пор у нас в школах нет спортзалов. Спортивные залы, коллеги, это такая же необходимость для гармоничной личности, как и предметы в школе. Если мы говорим, чтобы личность выросла на самом деле гармоничной, здоровой, и духовной, и физически здоровой, то давайте сделаем, чтобы она гармонично-то росла и формировалась гармонично. А как так? Коллеги, вот давайте эту ситуацию просто исправим. Исправим очень и очень быстро. Геннадий Григорьевич, сколько должен возводиться по вашим расчетам спортивный зал? Мне строители сказали, что в конце 2019 года зал будет готов. Хроническая нехватка воды. Так свою проблему обрисовал Сергей Порошенко из Тимошевского района. Мужчина пожаловался на некачественное водоснабжение в микрорайоне Садовод. Район динамично развивается и обрастает новыми жителями. Только за последние несколько лет их количество увеличилось до 5000 человек. Однако с такой нагрузкой не справляется водозабор. На приеме граждан местной власти доложили губернатору. Новые гидротехнические сооружения начнут возводить в мае следующего года. Встречи с жителями края Вениамин Кондратьев проводит регулярно. В решении проблем кубанцев участвуют как главы районов, так и руководители профильных министерств. На приеме граждан люди приезжают со всех городов, станиц и хуторов Кубани. Их просьбы не остаются незамеченными. Яна Бузычкина, Алексей Комаров, Денис Перец, Кубань, 24, Краснодар. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 21 ноября в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем 11, 13 градусов выше нуля. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Стильные аксессуары в салоне-магазине. Куранты. Брендовые часы Швейцария, Япония, Россия. Изящные женские, классические мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Стоматология доктора Куликовского. Компьютерная 3D-томография, инновационные технологии, лечение под микроскопом. Команда профессионалов, которой стоит доверять. Часовой салон-магазин Куранты. Штрих вашего стиля. Широкий выбор. Доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53, ЦУМ, 2-й этаж. 8-918-3243. Патриарху Московскому и всеяруси Кириллу сегодня исполняется 72 года. С днем рождения предстоятеля Русской Православной Церкви поздравил губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев направил главе РПЦ правительственную телеграмму. В ней сказано, что благодаря Патриарху Церковь стала активным участником общественных процессов. Также губернатор отметил то внимание, которое Святейший уделяет Краснодарскому краю. Сегодня в крае, где проживают люди разных национальностей, Православная Церковь выполняет важнейшую миссию по укреплению мира и согласия. На Кубани строятся новые храмы, общество все сильнее возвращается к своим истокам. Вы снискали глубокое уважение и благодарность россиян за подвижничество, Неугасимое стремление утверждать людей в вере и добре, Заботу о нравственном состоянии подрастающего поколения. Вы являетесь духовным ориентиром и поддержкой для миллионов жителей нашей страны. Последний визит патриарха в Краснодарский край состоялся два месяца назад. Предстоятель Русской Православной Церкви провел божественные литургии в кубанских храмах и посетил три города. Сочинцы признаются в любви родному городу. 24 ноября в 12 часов на площади флага состоится флешмоб, участие в котором примут студенты, школьники, волонтеры серебряного возраста и вообще все желающие. Уже сейчас в социальных сетях запущена информационная кампания, в рамках которой все желающие могут записать и выложить свое признание любимому городу в фото или видео с хэштегами, которые вы видите на экране. Ровно в полдень все желающие исполнят целый ряд танцевальных движений. После акции участников ожидает насыщенная программа. Глава города поздравит и наградит молодоженов и активистов хартии «Я люблю Сочи». После состоится выступление молодежных творческих коллективов. В зеленой зоне возле площади флага для самых активных развернется целый туристический парк, который будет работать до самого вечера. Еще одним масштабным сюрпризом для жителей и гостей города станет крутошар. Это настоящий тепловой аэростат высотой более чем 20 метров. Праздничное настроение обеспечивает фестиваль воздушных шаров, многочисленные фотозоны, мастер-классы, интерактивы, спортивные и интеллектуальные точки активности, где каждый сможет стать мастером рукоделия. Кульминацией праздника станет фаер-шоу и фейерверк. Сочинцы стали больше платить в сети за развлечения, покупки и по кредитам. Почти в два раза увеличился за год средний чек жителей Сочи за покупки в интернет-магазинах, в полтора раза за билеты в кино, театры, музеи и на концерты. Вместе с тем заметно вырос средний онлайн-платеж горожан по кредитам почти в два с половиной раза. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, что сочинцы чаще всего оплачивают в интернете и сколько на это тратят. В целом жители Сочи потратили онлайн в этом году почти в пять раз больше, чем за такой же период годом ранее. Сочинским школьникам рассказали о вреде наркомании в рамках всероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В средней общеобразовательной школе номер 14 состоялась встреча учащихся с заместителем председателя общественного совета при городском УВД Геннадием Шимиком. Вместе с сотрудниками полиции генерал-майор в отставке рассказал ребятам о вреде употребления наркотиков и уголовной ответственности за их распространение. Есть такой состав преступления, все думают, что такое склонение, вы не поверите. Состав преступления оканчивается в момент, когда ваш, я не назову, товарищ, а вас не друг, раз он вас угощает, берет и дает папироску. Просто сделать одну затяжку, это уже сбыт является. До восьми лет лишения свободы. Аудитория была выбрана не случайно, а среди слушателей все старшеклассники. Сама встреча прошла в форме диалога. Школьники задавали интересующие вопросы, на которые получали развернутые ответы. Некоторые, не думая о будущем, говорят, да я один раз сейчас употреблю наркотик, и я больше не буду. Наркотик достаточно. Опий два раза. Методон один раз. Спайс один раз. Если кто-то не уменьшается, не уменьшаются взрослые, не уменьшаются медики, то вы можете от него не отойти. Такие встречи, уверены организаторы, позволяют на корню предотвратить возможное желание подростка попробовать наркотик. А в рамках встречи учащимся и педагогам вручили памятки с профилактической информацией и телефонным дежурной части УВД Сочи. Ну и к другим новостям. Народный артист СССР Юрий Башмет презентовал в Сочи программу 12-го Зимнего международного фестиваля искусств. Мероприятие пройдет на курорте в феврале, а накануне в Зимнем театре с участием маэстро состоялся осенний гала-концерт, который стал стартом праздничных мероприятий ко дню города Сочи. Наряду с именитыми музыкантами, камерным ансамблем под управлением Башмета, участие в осеннем гала-концерте приняли и юные дарования Сочи – воспитанники музыкальной школы города, которых фестиваль поддерживает по уже сложившейся традиции. Что же касается зимнего фестиваля, то он пройдет на нескольких площадках курорта с 15 по 24 февраля. Сочи организаторы вновь привезут спектакль по мотивам произведения «Маленький принц». Также ожидается несколько премьер с участием иностранных исполнителей. Во время фестиваля присутствует какой-нибудь президент другого фестиваля, знаменитого вице-президента, там, ЗАГС этого фестиваля, потом, я не знаю, турецкого фестиваля. Эти менеджеры и директора фестиваля видят, слышат и приглашают их уже туда. Не просто атмосфера, не просто море, и не просто это Россия, и им хочется. А вот все это вместе еще прибавляет, они же здесь прибавляют таких биографий, творчества, очень много. В этом есть какая-то экзотика для иностранцев. Но все это вместе их лечет. За 11 лет зимний международный фестиваль искусств стал главным культурным событием зимы в России. И Сочи в этот период действительно становится местом, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы. Да и само искусство Юрия Башмета находится в центре внимания мировой музыкальной общественности. Ведь именно он превратил скромный альт в солирующий инструмент. Современные композиторы специально для него написали свыше 50 произведений. К слову, Башмет наряду с сочинским фестивалем является артистическим директором 15 фестивалей в 8 странах мира. К тому же мы благодарим Юрия Абрамовича и его коллектив за то, что этот галоконцерт, он по сути дела начинает празднование нашего дня города. Потому что именно на этой неделе, с 21 по 24, мы празднуем День города, 12 фестиваль. И за это время у нас в городе Сочи появилось очень много любителей классической музыки и вообще людей культурных, которые понимают музыки. И то, что происходит, это делает наш город более культурным, более образованным. Ну и, конечно, ментальность людей у нас меняется, меняется в лучшую сторону. И спасибо за это. 12-й зимний фестиваль искусств стартует 15 февраля. В течение 10 дней концерты классической музыки состоятся в Зимнем театре органом в зале в Розахоле и в зале морского порта Чайка. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Старт черноморской регате дан, но этого мало. Второй день в Сочи не удаются гонки под парусами. Нет ветра. А поэтому яхтсмены ждут погоды в парусном центре Югспорта. Конечно, гоняться под парусами лучше, чем ждать на берегу. Но выход в море в первый день заключительного этапа Кубка России в олимпийских классах яхт «Финн» не увенчался успехом. Из-за отсутствия ветра яхты пришлось возвращать на берег, а сегодня их и вовсе в первой половине дня не стали спускать на море. Для парусного спорта это обычный день. Главное, чтобы был ветер. Здесь отличный зал. Здесь, я могу сказать, что, наверное, лучшие пока что условия в России для проведения подготовки. А пока участники черноморской регаты занимаются со своими яхтами. Они должны быть безупречными. Чаще всего их не увозят, на зиму оставляют в Сочи, так что доскональный осмотр лишним не будет. Яхта весит в полном вооружении около 100 килограмм. Идет относительно других олимпийских яхт, практически самая быстрая. Считается одной из двух классов таких экстремальных, которые, скажем так, максимально зрелищные. Экипаж Никиты Ушкова называют первым номером среди сильнейших молодежных коллективов. После сочинской регаты они сразу начнут готовиться к следующему сезону. Это участие и в спартакиаде, и отбор на первенство Европы, и первенство мира. Здесь же и сильнейшие яхтсмены, которые мечтают об олимпийских гонках. Лично мне, конечно, хотелось бы проявить себя в отборе на Олимпийские игры, потому что у нас сейчас небольшие затруднения с этим. Ну, попасть на Олимпийские игры, то есть помочь команде. Как и в любом спорте, в яхте нам также плотная конкурентная борьба. Но проявить ее можно только при хорошем ветре. Сегодня после обеда парусники все же вышли в море. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну, а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. КОНЕЦ